всем привет это андрей сан резиденц и сегодня в этом ролике я расскажу о том как осуществляются снабжения и закупки строительных материалов для строительства ваших домов в нашей организации этот ролик в первую очередь предназначен для тех кто ищет себе подрядчика на строительство своего дома потому что строительный материал это примерно половина стоимости и очень важно понимать как компания осуществляет их закупку ключевой особенностью нашей компании является то что мы не зарабатываем на строительных материалах и вы спросите почему ну во первых нам важно вести искренний прозрачный диалог с нашими заказчиками чтобы они видели где мы покупаем материалы за сколько мы их покупаем какого качества мы их покупаем да и вообще какие варианты есть потому что материалы бывают дорожают и тогда нам приходится согласовывать заказчиком какие-то аналоги чтобы остаться в рамках того бюджета который изначально был запланирован мы не играем в эти игры с фиксацией стоимости строительных материалов просто потому что это нереально сделать например за прошлый год материалы подорожали от 15 до 37 процентов вот здесь будет ссылочка и в описании под видео на наш видеоролик где мы конкретно на счетах за год показываем насколько подорожал материал то есть среднем там 20 процентов и здесь варианта 2 либо сразу поставить большую наценку на материалы там 30 плюс процентов но вы тогда как заказчики спросите почему везде материалы 7000 рублей там за газобетон закуп а ты андрей ставишь смету 900 или второй подход который нам ближе которого мы придерживаемся это вести честный прозрачный диалог с заказчиком показывая ему все счета если не дай бог какой-то материал действительно вырос по стоимости из-за инфляции за валюты то мы предлагаем аналоги ведь смотрите что происходит когда компания фиксирует стоимость строительных материалов для заказчика например есть смета на дом из них например 5 миллионов рублей это материалы и представьте себе что за год эти материалы дорожают на 20 процентов это плюс миллион рублей таких же контрактов не один например у компания 20 это минус 20 миллионов компании давайте вот тут сейчас с точки зрения немножко бизнеса да отойдем и тут кто во что гораст либо компании перевыставляют эти подорожавшие материалы клиенту и говорят заплатить теперь не 5 а 6 да либо несут убытки что в конечном итоге для вас как для заказчиков может обернуться недостройкой дома и такие примеры на рынке к сожалению есть поэтому мы в эти игры не играем надеюсь я очень четко пояснил и очень важным преимуществом работы с нашей компанией является то что мы закупаем материалы со всеми нашими скидками таких скидок у обычных физических лиц нету и получается что работая с нами заказчик получать все строительные материалы дешевле теперь я расскажу все этапы снабжения и закупок в нашей организации пойдем первое с чего все начинается директор по строительству получает от отдела продаж проект и смету которую подписали заказчиком и ознакомливается с тем что ему предстоит строить второе директор по строительству совместно с инженером птс составляет график производства работ объекта а также график закупок материалов третье менеджер по снабжению изучает тоже проект и смету а также график производства работ и график поставки материалов и принимает объект в работу далее менеджер по снабжению запрашивает у поставщиков основные крупные счета на следующий этап дальше происходит их сравнение это очень важный момент потому что вот здесь кроется на самом деле экономия потому что ведь как можно работать можно запросить один счет у поставщика с кем ты работаешь и получить какую-то цену да и она может быть не всегда оптимально все понятно снабжающие компании тоже хотят побольше заработать и поэтому мы всегда держим их тонусе и получаем на крупные поставки как минимум там два-три предложения пятый этап это согласование с заказчиком как раз то о чем я вам говорил с каждым заказчиком у нас ведется чат телеграме и как раз туда самый оптимальный счет по срокам по стоимости по качеству выкладывается на согласование заказчиком и заказчик должен подтвердить это в сообщении что окей или согласован только после этого счета пойдут на оплату в бухгалтерию шестое после того когда счет оплачен менеджер по снабжению звонит прорабу и определяется дата поставки строительного материала на объект и не все материалы можно разгрузить вручную и поэтому возникает такой неслабый элемент логистики менеджер по снабжению должен состыковать всех в одно и то же время чтобы пришла машина с материалом от поставщика далее например для того же газобетона заказать дополнительную спецтехнику чтобы кран стоял уже на разгрузку а также была бригада и прораб которые все это будут принимать следующий седьмой этап это непосредственная приемка материала на площадке и и осуществляет прораб вместе с бригадой как это происходит прораб во первых заходит в чат телеграм заказчиком достает оттуда тот счет который был оплачен и согласован далее сверяется с теми документами которые пришли вместе с машиной от поставщика да и уже происходит пересчет товара также мы смотрим на предмет качества выбраковка потому что например с той же доской часть материала например мы поштучно смотрим и часть может поехать обратно на возврат на обмен поставщику не всегда там она соответствует качеству то есть входной контроль качества такое осуществляется по приемке материалов прораб выкладывает чат телеграм заказчиком фото и видеоотчет чтобы наш дорогой заказчик сразу видел когда ему пришло что ему пришло и в каком количестве и в каком качестве восьмое это подписание закрывающих документов с поставщиком а также получение от него сертификатов качества по этому материалу помимо крупных поставок еще возникает текущее снабжение строительными материалами а именно расходниками и крепежом здесь варианта 2 либо прораб едет и сам их закупает и подвозит и тогда он выкидывает в чат с заказчиком некоторые чеки да что вот мы закупили там килограмм гвоздей либо второй вариант он ставит заявку в битрикс24 то есть это задача менеджеру по снабжению о доставке тех или иных расходников или крепежа менеджер по снабжению берет эту заявку в работу и уже по всем этапам которые я выше перечислил по crm двигают эту заявку до победы до поставки на объект и здесь важная мысль что если крупные закупки это то где мы осуществляем максимальную экономию то есть запрашивается несколько поставщиков между ними идет переторжка и цель это получить товар надлежащего качества по самой оптимальной цене то текущее снабжение его основная цель это скорость чтобы не допустить простой бригады на объекте здесь мы пользуемся такими поставщиками как петрович который либо привезут на следующий день либо привезут даже в этот же день да но самое главное чтобы простое на объекте не было и по окончанию каждого этапа экономист делать сводную ведомость затрат которая как раз состоит из всех согласованных и оплаченных и поставленных счетов и у нас например возникает такая ситуация да бюджет был на материалы например миллион рублей на фундамент да и нам удалось сэкономить и например это 950 тысяч или наоборот материалы подорожали немножко не влезли там плюс 50 тысяч это в любом случае на каждом этапе где-то плюс где-то минус но на самом деле за счет вот той системы который я вам рассказал за счет наших скидок нам удается зачастую экономить деньги клиентов и укладываться все бюджеты и даже остается какой-то кусочек то есть либо клиенты не доплачивают за работы ну финиш надо мы это учитываем ему наоборот на эту сумму делаем еще какие-то дополнительные работы или поставляем материал многие заказчики спрашивают а могу ли я порекомендовать своего поставщика например у меня брат работает занимается окнами отвечаем да конечно можно контакт брата передается в отдел снабжения и уже наш отдел снабжения среди прочих наших поставщиков запрашивают коммерческое предложение и у него что происходит тогда когда материал остался после строительства то есть его заказали больше здесь два варианта возможно первый вариант заказчик оставляет его себе и наверняка используют его в дальнейшем для строительства там бани или беседки и так далее либо второй вариант мы выкупаем его с небольшим дисконтом который ну исключительно на логистику на перемещение этого материала например на другой объект и таким образом на самом деле то есть мы уведомляем нового заказчика что к нему прибудет материал с другого заказчика там со скидкой какой-то и все как бы win-win и этот денег вернул и новому заказчику пришел материал там или кусочек материала с какой-то скидкой если процессе строительства заказчик захотел изменить тот или иной материал например отделку фасада или взять окна получше вообще никаких проблем просто берем его пересогласовываем и заключаем дополнительное соглашение то есть мы в этом вопросе максимально гибкий и идем навстречу клиенту надеюсь вам стало более понятно то как мы закупаем и доставляем материалы на площадку для строительства вашего дома мы делаем свою очередь все возможное для того чтобы материалы приехали в срок качественный и по самой оптимальной цене для наших заказчиков мы планируем выпустить еще несколько роликов о том именно как работает наша компания поэтому если вам актуально подписывайтесь на наш канал ставьте лайк а также задавайте свои вопросы в комментариях и мы на них обязательно ответим с вами был андрей это сан резидент всем до новых встреч и хорошего настроения пока